То, что касается полигона. Полигон, да, Лесенский карьер. Как и по всем полигонам Московской области, в середине прошлого года, в июле месяце, была подтверждена инвестиционная программа. Была подтверждена инвестиционная программа. Цель этой программы, как и по всем другим объектам, приведения в соответствие данного объекта. Что было предусмотрено этой программой? Программой была предусмотрена система, во-первых, перепроектирования. У нас практически все полигоны, которые на территории Московской области находились и находятся. Все проекты 20-летней давности, они уже устарели и морально, и физически. За 5 лет в доме можно войти? Вы задавали вопросы, что вы нам скажите, что вы делаете. Это меры принимаются. Можно я договорюсь? Вы говорите, чтобы вас пожалели, что ли? Я не понимаю. Нет, я вам рассказываю о ситуации и о тех мерах, которые принимаются. Первое. Это перепроектирование объекта, которое предусматривает и установку системы дегазации, и установку системы очистки фильтрата. Второй момент. В МВС-программе предусмотрена установка автоматизированной на всех полигонах автоматизированной системы учета ввозимых отходов. Тот вопрос, который беспокоит один из вопросов, который я сейчас озвучивался, это количество заходящих машин. Ну, во-первых, маленькая ремарка в машинах меряется, как минимум, некорректно, меряется все в тонаже. На полигоне будет оборудована, по моим данным, до 15 апреля система автоматического контроля, который будет взвешивать автотранспорт, регистрировать в автоматическом режиме номера машин, которые входят, заносить это все в систему. Если в системе нет конкретной машины, то есть нет договора, нет данных по этой машине, шлагбаум просто не открывается. Это позволит нам полностью учитывать весь объем уступающих отходов на полигон. По московскому мусору, действительно, на территории города Москвы, к сожалению, нет ни одного объекта размещения отходов, так уж сложилось в историческом режиме, и московскому мусору вынужден принимать отходы в столице нашей работы. Но с учетом получения...